Подарки приятно не только получать, но и дарить. В начале весны, когда всем хочется обновления, представители бьюти-индустрии решили подарить многодетным мамам и мамам детей с особенностями здоровья бесплатный поход в салон красоты. О том, какие эмоции испытали женщины, у которых большая часть жизни посвящена детям, а не себе, в нашем материале. Вырваться из дома Ольге Захаровой удается крайне редко. У нее четыре сына, один из которых с особенностями здоровья. Именно им посвящено все время многодетной мамы. Женщина признается, что любое общение для нее как глоток свежего воздуха. Поэтому предложение от салона красоты воспользоваться его услугами бесплатно она приняла с радостью. Мне позвонили с центра доверия и пригласили поучаствовать в акции «Подари мне красоту». Я с удовольствием согласилась, потому что, правда, до праздника 8 марта времени практически не было выбраться в салон красоты. Порадовать себя любимую хочется, очень даже хочется. И таких женщин, посвящающих свою жизнь, уходу и заботе о детях, но мечтающих найти минутку на себя, в республике много. Поэтому благотворительная акция «Подари мне красоту» актуальна и любима у представительниц прекрасного пола. Нахожусь больше как домохозяйка и в то же время воспитатель моих детей. Я везде всегда с ними. И поэтому такая мама, я думаю, должна тоже выглядеть хорошо. Приятная атмосфера, чуткое отношение, возможность отвлечься от своих проблем или, наоборот, поделиться ими. Поход в салон красоты зачастую сравнивают с консультацией психолога. Ведь из рук профессионала каждая представительница женского пола выходит не только ухоженной и обновленной, но и наполненной новой положительной энергией, заряд которой несет в семью. Хотя дарить подарки не менее приятно, чем их получать, говорят мастера бьюти-индустрии. Акция у нас проходит уже второй год. Мы решили, что наши женщины, которые не могут регулярно посещать салоны красоты, тоже должны быть красивые, ухоженные ручки должны быть, ухоженные волосы. Поэтому мы с удовольствием проводим такую акцию и я думаю, что будем еще продолжать. Мамочки были очень довольны, ушли очень довольны и еще не раз потом к нам возвращались и приходили. Поэтому вот, таким образом у нас новые клиенты. Благодарительная акция «Подари мне красоту» ежегодно у нас проводится в Министерстве социального развития. И сегодня наши женщины, которые стоят в центре, на учете, в центре доверия, принимают участие. Таких у нас около двух тысяч, но не каждая мама себе может это позволить. Мы бы хотели сегодня подарить им красоту, улыбки. У нас стоят семьи с категориями мамочки, которые распитывают детей инвалидов. Это есть многоодетные семьи, есть семьи одинокие, есть семьи в трудной жизненной ситуации. Они не могут себе позволить посетить салон, поэтому они с удовольствием отозвались и приняли участие. В Ежкаролинском центре доверия всегда поддержат те семьи, которые в этом нуждаются, оказав максимальную поддержку со стороны государства и спонсоров. А многочисленные и разнообразные акции в течение всего года объединят и поддержат как детей, так и их родителей. Субтитры создавал DimaTorzok